Привет, друзья! С вами Светлана. Хочу поделиться с вами новой покупочкой. Как вы уже догадались, я купила орхидейку. Ну и заодно я вам её покажу и буду обрабатывать от насекомых. Приготовила, значит, бонафорта от насекомых. Это первая, как говорится, помощь при покупке. Вот такие ватные диски, потом спирт для беззараживания секатора. Ну и вот такую бутылочку у меня есть с мелкодисперсным распылением. Почему я её тоже приготовила? Потому что у бонафорта очень плохой распылитель, бьёт струёй, большой расход и сильно мочит растение. Мне это не нравится. Само средство неплохое, натуральное, но мне не нравится распылитель. Поэтому я буду использовать вот такую вот бутылочку. Но сейчас я вам покажу, что это за орхидейка. Купила я её по оценочке. Значит, корешочки неплохие, но она цвела. Цветочков нету. Производитель GMP. Это Польша. Сейчас я её сниму с плёночки. Короче, купила я её вчера. Температура у нас на улице была плюс 2 градуса. Дома у меня плюс 24. Соответственно, я дала ночь переночевать. С полиэтиленового пакета не вытаскивала. Вот, чтобы не было, как бы, минимизировать стресс. Чтобы не было стресса. И сейчас я возьму и сниму эту плёночку. Так. И покажу, что это за орхидейка. Так. Наверное, я вот так просто вымяну её. Дорожочко. Так, плю пакет нам не вижим. Вот. Смотрим. Такая этикеточка GMP. Тут и написано. Производитель Польша. Тут указывают, как ухаживать надо. Но вы на эти этикетки не смотрите. Это я говорю для новичков. Потому что надо подбирать уход за орхидеей согласно ваших условиях в квартире. А это просто такая рекомендация. В общем, на неё сильно не обращайте внимания. Так. Смотрим. Корешки у орхидейки неплохие. И давайте я вам покажу, как она называется. Оранж Блоссом. Это мультифлорочка. Мультифлорочка. И я хочу показать. Примерно вот тут осталось. Вот цветочек валяется сухой. И вот это уже отцвёвший бледный цветок. Он, когда только эта мультифлорочка начинает распускаться, у неё такой кирпичный цвет. А потом она слегка выцветает. И у неё такой цвет заката африканского. Но красивая она. Маленькая. Видите? Ну, я руку подставлю. Ну, вот на пол пальчика. Цветочки небольшие. Но эта мультифлорка, она цветёт очень пышно. Многим мультифлорочки не нравятся. Мне нравятся. Во-первых, они мало места в квартирах, у кого маленькие квартиры занимают. Ну, во-вторых, многим не нравится, ну, что сами цветы маленькие. И то, что они очень быстро отцветают. Да, они, может, цветут там месяц-два. Но зато они цветут несколько раз в год. То есть они цветы держат не так долго, но цветут чаще. Ну, мне нравятся любые орхидеи. И мультифлорки, и стандартные. Вот. Давайте рассмотрим орхидейку поближе. Вот. Когда покупаете орхидею в магазине, даже если она уценочка, смотрите внимательно. Самое главное, вот корневая система. Вы видите, корневая неплохая. И потом приступаем рассматривать шейку со всех сторон. Так, шейка у нас тут вроде бы тоже хорошенькая. Я, ну, старалась там в магазине распаковать, посмотреть. Хотя продавцы косо смотрят. Но все равно, девчата, вы покупаете себе. Значит, платите немалые деньги. И поэтому вы вправе рассмотреть товар как положено. Не обращайте внимания на бурчание продавцов. Вот. Ну, вот смотрите. Шейка неплохая. Я еще заметила, смотрите, видите, лезет цветоносик. Ну, не знаю, выживет он или не выживет этот цветоносик. Потому что обычно от стресса цветонос прекращает свой рост. Ну, посмотрим, что он будет с орхидейкой. Ну, в общем, шейку и корни посмотрели. Дальше при выборе всегда смотрим точку роста. Так. Сейчас загляну в точку роста. Мне неудобно. Ну, вроде бы точка роста тоже неплохая. Ну, вот посмотрите, листья какие. То, что пятна, вы не обращайте внимания. Это пыль, грязь. Вот. Но я вам сейчас поближе покажу. Не знаю, будет вам видно или нет. На отцвевшем цветоносе такие вот липкие пятна. Вот. Вот видно, видите. В общем, это может быть какой-то вредитель. И я уверена на 100%, что это вредитель. Потому что я вам сейчас объясню. Вот когда начинаешь рассматривать листики, особенно с тыльной стороны, значит, тут вроде бы ничего. Вот эти вот все листики. Они неплохие. И вот этот вот листочек неплохой. А вот с этой стороны я обратила внимание. Видите? липкие пятна. Вот они, липкие пятна. Сейчас сфокусирую ваше внимание. Наверное, не видно. Вот. Видите? Липкие пятна. Это 100% вредитель. Это может быть трипс, щитовка, все что угодно. Те же клещи. Потому что я тут где-то видела на грунте паутинку. Так что обрабатывать обязательно надо. Вот. Так что вот. И вот эти вот пузырьки. Кто спрашивает, вот эти белые пузырьки, которые на листиках такие выпирают. Это тоже может быть кладки насекомых, вредителей. Поэтому после покупочки обязательно надо свою орхидейку обработать. Тем более сейчас, ребята и девчата, очень много жалоб, что все орхидейки, которые приходят с Европы, в последнее время перестали их, видимо, обрабатывать в теплицах перед отправкой. И блогеры жалуются, что очень много вредителей. Поэтому даже если вы не видите, что на орхидейках есть вредители, в любом случае для профилактики обязательно орхидейку надо обработать. И поставить на карантин. Желательно на месяц, на два, подальше от всех ваших комнатных растений. Так. Ну, а что я буду делать сейчас? Я попробую немножко расковырять грунт, повыкидывать вот это вот все сухие цветы. Ну, обрежу цветонос, потому что он нам здесь абсолютно не нужен. Я его сохранила, чтобы показать вам, что это за цветочек такой. Можете в интернете набрать название этого цветочка и посмотреть, как он выглядит. Оранж блоссом. Ну, если я найду, то выставлю вам, значит, как он выглядит. Видите, есть корешок раскукленный. И тут где-то я тоже видела раскукленный корешок. Или это, может, я в другой. Не, вот, видите, вот он, раскукленный корешочек. Вот раскукленный корешочек. Ну, то есть даже смотрю, орхидейка в активном росте. И цветоносик еще вдобавок. Так. Вот. Ну, вот, нашла фотографию. Красивая очень. Бывают бабочки. Чтобы срезать цветоносы и сухие корешки тут пообрезать, я буду использовать вот такой маленький секатор. Ну, что у вас там есть ножнички, маникюрные ножнички. Обязательно, не устаю повторять, берем ватный диск и обеззараживаем до манипуляций секатор. И после манипуляции это делается для того, чтобы не занести инфекцию от одних растений к другим. Вот так вот хорошенечко спиртом протираем. Вот. Вот. Так. У меня спирт. Можете водку взять. В общем, какой там у вас есть обеззараживатель дома. И хорошенько протираем наш секатор. Все. Секатор я протерла. Сейчас спирт испарится. И приступлю к манипуляциям. Первым делом я срежу цветонос. Значит, что у нас тут он закреплен. Видите? Вот. Я сниму. Одной рукой неудобно снимать, конечно. Постараюсь. Так. Сниму цветонос. Ой, вернее, держатель выниму. Вот. Он тоже нам не нужен. И поскольку видно, что цветонос погрыз, наверное, трипс. Ну, какая-то зараза, конечно, его цепанула. Потому что даже, видите, сами цветочки какие-то нестандартные. Вот. И нам цветонос сейчас не нужен. И я его обрежу по первую живую почечку. Вот она, первая живая почечка. И где-то вот сантиметр-полтора над нашей почечкой. Вот так. Значит, что я буду сделать с местом среза? Я обработаю или перекисью водорода сейчас, или у меня есть цилонская, настоящая корица. Или вот если у вас есть толченый уголь. Ну, что там еще можно? Чем можно? Куркумой можно обработать. В общем, все, что есть под рукой. Даже спиртом банальным. Вот этим вот 90% у меня спирт. Вот, может, даже я сейчас спиртом обработаю. Так, беру ватную палочку. Намочу ее сейчас спиртом. Так. Для чего надо место среза, ребята и девчата, обрабатывать? Обязательно, чтобы туда никакая инфекция не залетела. Ни грибковая, ни бактериальная. Поэтому, место среза обязательно надо обработать. Обязательно. Хорошенечко. Вот так. Вот. Все. Место среза обработали. Ну вот, я срезала цветонос. Пообрезала все сухие кончики. Так, расковыряла шейку. Вот она. Это надо обязательно сделать. Вот тут грунт поснимала, чтобы посмотреть, чтобы никакой гнили внутри нет. Потому что у каждой орхидейки внутри торфяной стаканчик. Он очень влагоемкий и может давать, значит, гниль стволовую. Ну вот, я расковыряла. Да, нашла я торфяной стаканчик. Но вынуть я его не смогла. Но зато знаю, где он находится. И, значит, что я буду делать сейчас? Сейчас я возьму все листочки ватным диском. Тепленькой водичкой протру от пыли и насекомых. Так, беру ватный диск. У меня тут тепленькая водичка. Такая хорошо тепленькая водичка. И хорошенечко каждый листочек протираю от пыли и насекомых. Там в точке роста, смотрю, что-то такое есть. Не пойму, что там. Вот. Снаружи каждый листочек вытираем. Так. Ну, видите, насколько грязный диск. Такие листья грязные. Так. Каждый листик. Так. Так. Этот процесс я больше показывать не буду. Отнимать ваше время не буду. Ну вот, друзья. Все листочки хорошенечко промыла ватным тампончиком. Точку роста там, значит, ватной палочкой. Полностью шейку всю протерла от липких пятен. Все листочки с одной и с другой стороны. Обязательно срезанный цветоносик надо протереть. И что я буду делать дальше? А дальше я сейчас вам показывать не буду. Просто расскажу. Возьму вот такой пакет. Вот. Чтоб туда поместилась в этот пакет наша орхидейка. Так. Отнесу ее в ванную. Возьму спрей Бонафорта. Хорошенько пропшикаю весь грунт сверху. И полностью все листочки с нижней, с верхней стороны. Полностью все пазухи. Вот. Это самое. Все вот это вот опырскую. Постараюсь в точку роста туда попасть. В общем, и опрыскать надо хорошо и цветоносик. В общем, хорошенечко со всех сторон орхидейку опрыскаю. Поставлю вот в этот пакет. Завяжу. И дам постоять ей как минимум час в пакете. Так. Все. Пошла в ванную. Так. Сам процесс я вам, как я в ванне, это все делала, не показывала. В общем, через час я сняла пакет. Вот. Все просохло. В ванной должно быть темно. Потому что это биопрепарат. Он на свету очень быстро разлагается. Вот. Я орхидейку поставила, значит, ну, ведерко. Можно блюдечко взять. И поставлю ее теперь на карантин. Подальше от всех своих орхидеек. Где-то на месяц, на два. И буду за ней наблюдать. Если я обнаружу каких-то вредителей, то это самое. Я применю какое-нибудь средство уже посерьезней. Вот. Так что наблюдайте за орхидейкой. Как я буду поливать? Поскольку вот здесь вот находится торфяной влагоемкий стаканчик. То можно... Вы уже знаете, что он где-то примерно здесь находится. То можно вот так вот по краешку горшка пролить свою орхидейку. Подождать, пока здесь будет водички на уровень пальчика. Где-то один полтора сантиметра. Дать всем корешкам хорошенечко напитаться. И слить водичку. Но я буду по-другому немножко делать. Я просто буду сюда водичку наливать. Где-то на сантиметр, на два. Какое-то время дам постоять орхидейке. Чтоб напитались корешки и стали зеленые. И потом буду сливать водичку. Вы можете делать и по краю горшочка. Только очень аккуратненько. Чтоб не зацепить торфяной стаканчик. Как поливать? С какой периодичностью? Смотрим по своим корешкам. Когда все корешки станут вот такие серебристого цвета. Это говорит о том, что орхидейку пора уже поливать. Но орхидейка еще не совсем просохла. Особенно внизу. Поэтому ее поливать рано. Видите, корешки еще зеленые. Когда полностью она просохнет, тогда я буду делать первый полив. И еще один важный нюанс. Когда вы орхидейку приносите с магазина. Естественно, когда ее выращивали и выгоняли цветоносы. Ее уже настолько напичкали всякими удобрениями, стимуляторами. Их там очень много. Поэтому никаких удобрений и биостимуляторов сейчас не применяем. Даем нашей орхидейке адаптироваться. Чтоб она успокоилась. Привыкла к нашим условиям проживания. И просто будем за ней наблюдать и поливать чистой, теплой, отфильтрованной водичкой. Ну вот все, что я хотела сказать сегодня в этом видео. Надеюсь, особенно новичкам эта информация была полезна. Будем наблюдать за этой орхидейкой. Всем здоровья, любви. И жду вас на своем канале. Пока-пока.